Мы будем стремиться к демилитаризации, деноцификации Украины. С такими словами, во время обращения нации Владимир Путин объявил о начале спецоперации, что, впрочем, встретило жесточайшее сопротивление со стороны Запада. Понятно, что Южный Урал находится далеко, да и событие меняется ежесекундно. Тем не менее, попробуем обознать все-таки некий ориентир, выстроить прогнозы, чего ждать жителям Челябинска, области Урала. Гость проекта, профессор кафедры политических наук и международных отношений, историк филологического факультета Андрей Пас. Андрей Аркадьевич, рад приветствовать. Спасибо, что согласились с нами встретиться. Спасибо вам, что пригласили. Я вот со своих личных сейчас наблюдений бы беседу начал. С чем сталкиваюсь лично я? Сталкиваюсь я с тем, что вот в соцсетях звучат призывы выходить на улицу. Раздаются многочисленные звонки о том, что надо снимать срочно деньги со счетов, там якобы из-за отключения наших банков от SWIFT. Ну и в общем, такое большое обилие фейков. И мне кажется, что вот Южный Урал, он, как я вначале сказал, он хотя и далеко, тем не менее, мы оказались втянуты такую, скажем так, в информационную войну. Согласны? Ну, безусловно, любые военные действия, и тут специальная операция не исключение, вызывают напряженность в обществе. Тем более, когда эта напряженность вызвана обострением отношений между практически братскими народами. Все знают, что Россию и Украину связывают, во всяком случае, до недавнего времени связывали тесные экономические отношения, культурные, родственные, логистические. И этот список можно дальше продолжать. И вот сейчас все это поставлено под угрозу. Я считаю, что российское правительство пошло на такой экстраординарный шаг от того, что исчерпало все имеющиеся в его распоряжении инструменты и методы мирного решения этого вопроса. Слушайте, ну вот, кстати, да, я вчера до двух ночи перед беседой с вами смотрел пресс-конференцию Лаврова, министра иностранных дел. Слушайте, вот на протяжении часа, ну, то есть, мы там, из-за, ну, то есть, мы же открыты там всему миру, пожалуйста, задавайте вопросы. Я раз 5-7, наверное, как бы слышал в ответ на вопросы, зайдите на сайт Министерства иностранных дел, там все написано. Зайдите на сайт Министерства иностранных дел, там все. То есть, мы рассказываем, показываем, мы открыты, но это вот в дополнение к тому, что не слушают. Нет, нет. Да, вот при всем обилии информационных сигналов, разновекторности этих сигналов, объективной информации не так много. Слушать можно что угодно, кого угодно, делать свои выводы, но я бы вот нашим зрителям, да, посоветовал все-таки больше доверять картам. Знаете, словам доверять все-таки меньше, а вот карты, карты не врут. Смотреть, как развивается ситуация. Вот, они в доступе. И карты географических спецопераций, которые сейчас разворачиваются на Украине. Вот, мне кажется, они гораздо более информативны и объективны, чем мнение любого профессионального коммуникатора. Не, ну это ж скучно, в этом разбираться надо. А тут вот целое шоу так людям делают. Вот для зрителей, для жителей Челябинска, опять-таки подчеркиваю, что события меняются так, что строить прогнозы это вообще сейчас очень неблагодарное дело, но тем не менее, вот некие тенденции есть. Если задать вопрос так вот, не то что, Пав, но может быть глобально, вы видите в будущем некое перестроение вообще в целом модели потребления челябинцев и как следствие экономики? Исторически так сложилось, поскольку я по своему базовому образованию историк, что в России реформы всегда являлись ответом на внешние вызовы. Поскольку у нас эффективных собственных механизмов саморазвития создано не было. И последние 30 лет истории, к сожалению, тоже не стали исключением из этого правила, несмотря на то, что мы кардинально перестроили социально-экономическую систему. Перешли от социализма к капитализму. И поэтому я считаю, что, конечно, более того, неизбежно вслед за военным противостоянием произойдут масштабные внутренние подвижки в социально-экономических отношениях. И они будут достаточно глубокие. Они будут ориентированы на обеспечение самодостаточности страны на внешнем рынке. То есть, если раньше делался упор на глобальные связи, то теперь, я думаю, следует во главу угла поставить интересы внутреннего рынка, внутренних потребителей. При этом, используя те возможности для поддержания должного уровня отношений с торговыми партнерами за рубежом. Особенно с теми, кто от нас не дистанцировался и не поддержал санкции. Такие страны тоже есть. И мы их знаем. Челябинск – это область. Мне кажется, достаточно неплохо выглядит. До рационирования продовольствия мы не дойдем. Это уж совершенно точно. То есть, определенный набор продуктов и выбор этих продуктов, он будет. Ага. При любом развитии событий. В этом я уверен. Но я не зря сказал, что у нас сейчас капиталистическая система, при которой главное не произвести, главное продать то, что ты произвел. А вот здесь, конечно, определенные сложности нас ждут. Их надо будет преодолевать. Потому что Челябинская область – это в первую очередь крупнейший производитель черных металлов. И отчасти машиностроение. Но машиностроение, конечно, не секрет, что наши машины качеством хуже, чем, скажем, японские или корейские. А сейчас есть вообще наши машины? Ну, конечно. Завод дорожный и техники. Потому что сборочный… А, завод дорожный и техники. Конечно, спецтехника. Я просто за слово машин зацепился, у меня вот сразу автомобиль. Нет, нет. Я говорю о машинах производственного назначения. Вот. Допустим, здесь, я думаю, мы сможем отреагировать на… Поскольку не будет импорта, заказы для машиностроителей позволят им существовать на приемлемом уровне. А вот что касается производства сырьевых товаров, сырьевой группы товаров, вот здесь, я думаю, не все будет так просто. Для сбыта металла надо будет искать новых потребителей, поскольку европейский, американский рынок для нас на определенную перспективу закрыты. Вот. Он тоже один из крупнейших потребителей металла в мире. Он настороженно и выжидательно смотрит за развитием событий, потому что опасается, что если он не пойдет в форватере этой санкционной политики, то и сам может быть каким-то образом ущемлен со стороны запада. В первую очередь, банковский сектор Китая может пострадать. Если будет доказано, что банки Китая обслуживают внешнеторговые сделки банков России, подпавших под американские и европейские санкции, то тогда может прилететь и китайскому банковскому сектору. Поверьте, это так работает. И конечно, прибыль предприятий, которые являются бюджетно-образующими для Челябинска, она снизится. Другие сферы будем развивать. Алексей Леонидович Текстлер на совещании обратил внимание и говорит, у нас там асфальтоукладчиков своих нет. Да, конечно, я же сказал. И он, что у нас, компетенции нет, сделать асфальт. Политика импортозамещения получит новый мощный импульс. В этом можно не сомневаться. И хотелось бы еще сказать. Вот сейчас мы наблюдаем торжество так называемого Риалполитик. Что это такое? Это ситуация, когда мировое сообщество считается с теми, кто силен. Кто может отстоять свои интересы всеми доступными способами и средствами. Да, и предыдущие подходы они уже не столь актуальны. Я имею ввиду мягкую силу. Ная был такой американский, да, он и есть политолог, который предусматривал, который говорил о том, что в новой эре международных отношений важно использовать культурную притягательность страны, которая претендует на руководящую роль. Потом была умная сила Обамы, который считал, что вот эту культурную доминанту надо дополнять еще и политикой сдерживания. А сейчас вот эти, как говорится, маски сброшены и стало очевидно, что все-таки по-прежнему главный и существеннейший фактор авторитета страны на международной арене это все-таки ее силовой потенциал. Если вот так говорить откровенно, не стесняясь реалий. И здесь себя сейчас Россия демонстрирует в этом качестве. И в рамках этого самого реал-политики я могу сказать следующее. С болью это говорю. вот говорю и душа сжимается от переживаний все-таки лучше для России, когда военные действия ведутся под Киевом, а не под Москвой. А я вас все-таки в Челябинск верну. Немножко перефразирую. Но все-таки в Челябинске по-вашему придется свои привычки пересматривать. Модель потребления. Конечно. Безусловно. От предметов роскоши придется отказаться. Я считаю это может быть даже и неплохо. Россия всегда отличалась скажем так аскетизмом потребления. Потому что она существовала начиная с семнадцатого года. Она оформилась позже, но курс был взят на мобилизационную модель экономики. Так а нам не давали по-другому. Наполеон набежал по стране бомбанул и ушел. Мы давай восстанавливать экономику. Первая мировая война пришла по стране бомбанули мы опять восстанавливаем революция пришла опять восстанавливать только вроде восстановились может роскоши нам захотелось раз вторая мировая война опять бомбанули опять вот и вот мы постоянно выкарабкиваемся 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 то есть те же самые США например они на второй мировой войне заработали поставив нам технику по ленд-лизу а мы хрущевки строили да и в этом плане я думаю определенный расчет строился и на то что западный обыватель он ведь тоже ощутит на себе определенные последствия введения российских санкций ну например газ европе нужен не для того чтобы отапливать жилища а для того чтобы производить продукцию где газ является сырьем таких товаров очень много но я слежу за целыми на газ у меня так брови удивляют взрывать да потом геополитическое положение нашей страны вот за закрытие в небо вот уже уже почти неделю самолеты из Великобритании не летают в Юго-Восточную Азию потому что нет такого самолета который в обход России смог бы без каких-то промежуточных посадок долететь до цели назначения скажем в Новой Гвинеи или в Австралии поэтому тоже эта логистика она будет сейчас очень неудобна и западный человек западный потребитель он привык к комфорту не секрет же что действительно уровень жизни в той же Америке в той же Западной Европе да и в некоторых странах Восточной Европы существенно выше чем у нас в России вот плохо это или хорошо это данность с которой следует считаться слушайте а вот еще мне сейчас в голову пришло по поводу того что там западные персонажи по нам сейчас бомбят экономически методами но тем не менее чтобы расшатать моральный дух и сознание иногда в ход идут и физические приемы я вот сейчас возвращаясь по обычной я сейчас про теракты возможно хочу поговорить то есть обычно они происходят где-нибудь в Москве и Санкт-Петербурге ну потому что потому что и казалось бы кому мы тут в Челябинске нужны с другой стороны я вот сейчас такой думал у нас же ведь много всяких оборонных производств как раз на Южном Урале там Снежинск Озерск плюс ко всему то о чем мы говорили множество там городообразующих предприятий тот же магнитогор восстанови там металлургические комбинаты и там встанет весь город да поэтому надо быть готовым в том числе и к отражению такой опасности потому что у некоторых политиков скажем так да у которых уже нет сейчас перспективы возникнет соблазн громко хлопнуть двери значит и организация терактов может быть способом с помощью которого они попытаются вернуться в большую политику и заставить считаться собой поэтому угроза терактов она повысилась но есть же соответствующие службы инструменты и я думаю что они это тоже прекрасно понимают отдают себе в этом отчет вот обратите внимание что в первую очередь российские войска на Украине попытались установить контроль именно за военными объектами атомными электростанциями представьте что кто-то решил уходя в политическое небытие прихватить с собой как можно больше так сказать врагов как они считают или собственного населения вот и политический Аллах Акбар да да вот этого же мы не допустили вот установив контроль выбросив десанты значит взяв под охрану эти объекты даже когда еще армия была сравнительно далеко и подразделения ДНР и ЛНР вот это же сделано именно потому что глобальная техногенная катастрофа рукотворная она абсолютно нежелательна ее надо предотвратить любыми силами вы вот обронили такое там предложение что значит возможно грядут значит политические и экономические метаморфозы какие ну я уже в общем я же не праведенец в общем да я не могу сказать что у меня есть какой-то эксклюзивный источник информации я не буду сейчас из себя изображать какого-то гуру политологии потому что это было бы неправдой я просто пытаюсь анализировать исходя из тех научных подходов которые мной усвоены и успешно апробированы быстро развивающуюся ситуацию вот и вывод делаю такой что нам надо действительно приводить нашу политическую действительность в соответствии с теми формулировками которые есть в обновленной конституции Россия социальное государство этого не было то есть понятие такое использовалось а оно не было в должном образом обеспечено содержанием а вот сейчас как раз мы так сказать встали перед необходимостью вот это реализовывать Россия социальное государство я думаю что в ближайшие годы если мы хотим сохраниться и помочь значит тем кто страдал и был и подвергался дискриминации вот со стороны неонацистских сил мы должны сформулировать какой-то социальный идеал которого у нас не было и конечно крупным олигархам придется тоже принять участие в этой работе то есть мы должны обязательно от олигархически номенклатурно бандитского капитализма 90-х годов откреститься и прийти к какой-то новой конфигурации всех конструктивных сил в России но олигархи наверно будут сопротивляться конечно будут сопротивляться даже вот посмотрите ведь не все единодушно поддерживают то что сейчас происходит я имею ввиду российских граждан в том числе и граждан имеющих состояние крупные человек может иметь разную позицию и это нормально напоследок скажете что мне было очень интересно с вами беседовать мы подняли такие сложные вопросы надеюсь что и нашим слушателям и зрителям тоже будет о чем задуматься и еще раз вернуться к тому что чтобы сначала отмерять а потом уже отрезать и отвыкать от модели потребления конечно благодарю за то что согласились уделить время я вам помню что гостем проекта был профессор доктор исторических наук правильно доктор исторических наук профессор кафедры международных отношений политических наук историк филологического факультета андрей пас спасибо еще раз до свидания благодарю вас спасибо спасибо Продолжение следует...